Значит, смотрите, мы с вами отрабатывали, да, произвольные атаки, там, сейчас вот дрались, пытались, значит, сейчас пропадает вот этот удар по шее. Здесь ещё как-то худо-бедно разбираемся. А шея-то вот всё в чём, что когда атакуют, вот здесь идёте так и идёте вперёд, здесь застаёте, а он машет тоже руками. Значит, сейчас как раз поработаем вот это вот, будете двигаться, и он будет бить по шее. О, Лёша! То есть, опять, я к чему говорю, мы вкладываемся, когда он работает, ну вот, соотдеваем вот всё, что можно отбивать. Не только зацикливаемся на рожне, это зацикливаемся на харе, на этой. И вот, кстати, умников до хрена, которые там что-то говорят, да, а у всех всё равно зацикливаются бить по роже. Все зацикливаются бить по роже, и начинают вот эту рожу норовить, а ему в это время кишки вынимают. Надо вот это, говорю, прекращать. Всё время работа идёт по этажам. Как идёт атака, увидели движуху. Видите, вот она, держи, всё хорошо. Всё, готов. Косенье можно, держи. Понимаете? Всё, вы же движете, вы раз, вы всё. Движение, увидели, вот. Увидели, всё, отработали. Тем более, не надо идти на неё, не надо останавливать, и ничего вам это не получится. Он вас подрежет всё равно, раз, и всё. Ничего не получится. Просто реагируем сразу, бьём. У вас руки должны вот, видите, руки живут. Вот он бьёт. Вот, видите, уже всё. У вас всё должно работать. Никакой приём, никакой блок. Ничего. И, тем более, никакая линейная работа. И вот, если он там пытается хоть, хоть, хоть там, хоть снизу, хоть сбоку. Видите, то есть, руки работают когда. Я не знаю, какая атака с какой-то. Не знаю, откуда будет атака. Поэтому руки должны работать. А вы должны просто реагировать. Держать в голове, что нужно уходить в безопасное место. Ножди тишкам не игрушки. Понимаете, да? Итак, руковой удар. Вот видите, сразу вот так. Сразу. Ломаясь в нос. Если вы хотите проверить, давайте проверим. Нет, ну умных много. Вернее, грамотных много, умных мало. Грамотных много. Поэтому, когда мы с вами, вот видите, движение мы испугали. И сразу я ему сломал нос. Причем ударил в любую точку. Даже если нос не сломали. Вот здесь зубы передние. Мне зубы вынесли передние. Вот таким ударом. ТЫК! Помните, Валера на первой тренировке пришел? Валера, вот так, отмени. Валера, отмени, 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 отмени. И два зуба, туда и сюда. Так что очень элементарно, что переднего ряда не останется. Кто дрался с нами. Поэтому, ничего даже думать не надо. Ваша задача просто вот из-за этого движения. Вот, все, вот они, вот они сразу прошли. Бей, не стой как жертва, просто бей и все. Бей, не стой, не стой, не стой, не стой, не стой. Чего там от него останется, от его головы? Поэтому, Ваш зубачий, надеяться на него драк. И у него уже не будет, когда ему влепятся две штуки подряд. Ему не до ножа. К чему я говорю? Это можно все проверить. Сейчас не у всех вот эти маски. Так, железную масочку с решеткой одел. И с осенью той попробовал, да посмотрит. Потом спросите. Сами оденьте на себя. Попробуйте. Как это все на себе чувствуется, когда тебе в башню пролетает. Не с пистолетом ты ни с чем. Когда ты будешь держать пистолет, пистолет идет, в этот момент тебе влепят туда, тебе тоже будет не до пистолета. Его просто потеряешь. Его убирать не надо будет. Пистолет там еще хуже. Все хуже, потому что ножом хоть что-то можно сделать. Пистолетом нет. Итак, основная задача. Я сейчас в место даже не ухожу. Просто показываю, что вот. Видите? А теперь нам нужно завестись. И вот это вот. Мы не зря же ходим, топчемся, да? Бьемся в этих положениях ходим. Постоянно движение это все отрабатываем, чтобы не стоять на месте. Я думаю, у меня там уже нет. У меня там нет. Мы должны к этому привыкнуть. И сделать из того, что до этого не работало, сделать должны рабочие моменты. Рабочие моменты. Рабочие моменты. Точно так же, как для каждого из нас. Для гражданского лица стрелять из автомата, бегать по горам, воевать. Это как бы тоже из ряда фантастики. А для кого это просто работа? Так нет. Так вот сделайте из этого свою работу. Сделайте так, чтобы это была работа. И сделайте так, чтобы у вас не успело сердцебиение подняться до 180 ударов. Иначе вы ничего не будете делать. Ничего. Молодший адреналин христалл. И он делал вот что. Чик, 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 чик. Потому что у него планка запала. И он, давай, лишь бы уничтожится. Не этим уничтожайся, человек. Не надо ударить, чтобы у вас прямая тяжка вылезла. Не надо, чтобы геморрой вылезла. Удары делаются на вдохах и на выдохах все равно. Вот на вдохах. На выдохе. Теперь на вдохе. Еще слабее что ли? А? Нет. Удар должен быть на любой, на одной ноге. В прыжке, как угодно. И он должен быть всегда сильным. Быстро мы сильным. Еще раз говорю. Сила удара зависит на m умноженное на в квадрате, деленное на 2. То есть мы увеличиваем скорость. От этого увеличивается. Сила удара. Дальше. Еще раз показываю. Про удар. Про удар. Про удар. Так. Показываю уже. Далеко иди сюда. И ты иди. Грудь прижмите. Просто прижмите. Удар зависит не от того, как мы с силой мышцами примем. А вот от того, куда вы послали импульс. Сейчас вот из них отскочит последний. Двое. Сейчас двое отдают. И трое отдают. Теперь трое отдают. Трое. То есть импульс здесь надо подать. Импульс туда, куда нужно подать. Все. Я к чему показал? Двое отдают. Когда я его буду бить, я не здесь сейчас. И так как сейчас он сделал. А это будет уже три минуты. То есть. Да. Дальше. То есть у меня же самого будет работать адреналин. И я сам буду бить его насквозь. Просто нужно научиться работать серийно и быстро. Понятно? Но руки не должны быть сковы. Руки это вот гири на веревку. Гири на веревку. На резинках. Улетели. Будете закрепощать плечами? Постарайтесь сильнее ударить. Ничего не получится. Вас завернут. Просто завернут. Еще раз. Напоминаю последний раз. Правильно. То есть вы просто испугались. Ребята, это инстинкт. Первое, что мы делаем. Инстинкт. Но с инстинкта сразу начинается работа. Ха-ха-ха! Пу! То есть серия это всегда лучше, чем у него очень удары. Серия по этажам вдвойне лучше. Понятно, да? Все, перед поймем.